Мы рассматривали страны, где рождаемость поддерживается любым путем, включая полный запрет на аборты или вот эти удивительные ограничения прав работающих женщин. А Беларусь это страна, которая считает оба эти фактора. Есть список, и он очень большой, и очень многим мешающий жить, список запрещенных профессий для женщин, вроде как нацеленные на поддержку репродуктивных функций и роли женщины. И есть одновременно принуждение к абортам и стерилизации тех, кого считают неблагополучным. Мы еще точно не знаем, наверное, все эти категории, но это люди с проблемами здоровья, проблемами экономическими и так далее. То есть получается такой дифференцированный подход. Одним женщинам надо обязательно иметь детей, если они более-менее благополучны, и другим обязательно не надо. Гранчиваются права, конечно, нарушаются группы права и тех, и других. Если, конечно, говорить о вопросах стерилизации, принудительных абортов, у нас в целом по законодательству, конечно, это запрещено. За это идет уголовная ответственность, и про это там явно открыто, никто никогда не признается из врачей, что они это делают. Но на практике есть для женщин из таких, как у нас называют, многие их там асоциальные, но это как из неблагополучных слоев населения женщины. То есть у нас, мы даже знаем случаи, когда вот одна женщина, она, находясь в лечебно-трудовом профилактории на лечении от алкоголизма, ее там вынудили, заставили сделать ей стерилизацию. Она, конечно, не хочет об этом говорить, она очень сильно это переживает. Она на данный момент справилась с алкогольной зависимостью, вернулась домой, воспитывает детей, у нее все в порядке, но она вспоминает эту ситуацию как ужасающую, то, что ей было и так очень сложно справиться с своей болезнью, а ее еще вынудили подписать эти документы, где она подписала официально свое согласие на вот эту процедуру. То есть юридически, в принципе, доказать что-то в этой ситуации уже и сложно, и потом. Но в принципе она говорит, что я это просто хочу забыть, как страшный сон. И это такой момент. То есть у нас даже были еще данные о том, что, в принципе, женщины, да, это кто страдает алкогольной зависимостью, другими видами зависимости, или находятся на состоянии такой отлично высокого уровня бедности, бывают случаи такого вынуждения на стерилизацию. Говоря вот о принудительных абортах, у нас тоже это все так добровольно-принудительно и негласно. Где-то это может происходить с женщинами, которые находятся в психоневрологических диспансерах, но это все тоже так скрыто, и добраться до какой-то реальной статистики фактов очень сложно. Если говорить про отобрание детей, то это, опять же, женщины из неблагоприятных слоев населения, неблагополучных, у кого либо уровень достатка очень низкий, либо очень сильная ситуация с домашним насилием, с какими-то, она не может с этой ситуацией разобраться, либо какие-то виды зависимости, есть факты отобрания детей, да. Поэтому у нас скорее это направлено на женщин в тяжелой жизненной ситуации в Беларуси. Спасибо.